Ассалям алейкум, дорогие друзья! С вами я, злой киргиз Александр Ронкин, и со мной сегодня на связи израильский журналист, житель израильского Лос-Анджелеса, именно так переводится северитая на русский язык город Кириат-Малахи, Александр Рыбалко. Саша, добрый день. Отдельные граждане нашей страны почему-то необычайно радуются тем потерьам, которые несет израильская армия, воюющая в Газе, и тем ракетам, которые летят на наши головы. Слышат звуки сирены, видят летящие на израильские города и на их города, в том числе, ракеты, и начинают танцевать на крышах от счастья. Что у этих граждан? Массовое психическое заболевание? Нет, будем говорить откровенно. Речь идет об арабских гражданах государства Израиль. Надо сказать, что арабские граждане, собственно говоря, являются основными выгодополучателями существования так называемого еврейского государства. Ведь если посмотреть уровень жизни израильских арабов и уровень жизни арабов, которые живут в соседних странах, в странах Ближнего Востока, можно увидеть, что уровень жизни израильских арабов сравним только с уровнем жизни граждан нефтяных арабских государств. Несмотря на то, что в израилье нет нефти. Что же их нефть? Их нефть – это еврейский народ, который выжимает досуха для того, чтобы накормить арабских граждан. Тем не менее, арабские граждане недовольны. Они действительно готовы питаться одной только питой и дикой травой, только чтобы здесь не было евреев. Поэтому предполагать, что можно каким-то образом дать им еще больше денег и удовлетворить арабских граждан – это либо глупость, либо предательство. Но ведь многие наши политики, многие наши журналисты, коллеги наши утверждают, что в принципе арабские граждане Израиля абсолютно лояльны нашей стране. Не надо быть идиотом, не надо себя обманывать. Это закончится смертью. Я хочу сказать, что граждане арабские государства Израиля, они к нему абсолютно нелояльны. И это следует понимать правильно. Никаким образом изменить этого нельзя. Израиль позиционирует себя. Израиль не является еврейским государством по-настоящему. Но Израиль позиционирует себя как еврейское государство. Если это изменить, тогда непонятно. Надо сказать, что это будет государство всех граждан. Это тоже вряд ли удовлетворит арабов. Сказать, что это будет арабское государство, тогда непонятно, почему его вдруг будут возглавлять Натальяги, какие-то Либерманы. Нет, если бы здесь было арабское государство, которое возглавляли бы арабские граждане, и здесь не жили евреи, или жили евреи в очень маленьком количестве, в каком-нибудь где-то, арабов бы это удовлетворило. Любая другая ситуация, это важно понимать, арабов не удовлетворит. Следует говорить о другом. Следует говорить о том, что в ближайшее время, скорее всего, нас ждет арабское восстание. То есть вооруженное столкновение с арабскими гражданами государства Израиль на территории страны. Я бы советовал всем еврейским гражданам государства Израиль задуматься, что они будут делать в таком случае. Вот об этом стоит сейчас говорить, а не о том, что кто-то что-то написал в Фейсбуке. Ну, вот тебе не кажется, что это страшилка? Ведь, насколько я знаю, социологические опросы, проведенные среди израильских арабов, на тему, где бы они хотели жить в Израиле или в палестинском государстве, показывают, что большая часть израильских арабов хотят жить по-прежнему в Израиле. Ну да, если в этом Израиле не было евреев, конечно, они хотят здесь жить. Не надо себя обманывать, понимаете? В чем слабость еврейского народа? Он все время пытается себя обмануть. Вот. Заканчивается эта смерть. Когда Гитлев пришел в пласти, пытались себя обмануть, что Гитлев, дескать, не против евреев. Просто у него такая риторика, такая у него политика, да? Это был глупый самообман. Сегодня евреи опять пытаются себя обмануть, что арабы якобы не против государства Израиль. Это очень глупый и опасный самообман. Сегодня каждый еврей должен задуматься вот о чем. Что он будет делать, когда вот он сидит дома, да, и слышит, что подъехала арабская машина, начали убивать тех, кто живет на первом этаже. Он живет, скажем, на четвертом. Что он должен делать за это время? Я вам советую поспрашивать жителей поселений, да? Они уже об этом вопросе серьезно задумываются. Вот. Например, о семье Фогель, которую полностью вырезали арабы, хотя они жили в охраняемом поселении. Вот. Стоит задуматься, но приехали, да, убивают те, кто живет на первом этаже. Вы звоните в полицию. Вот. Вам либо говорят, что не надо, так сказать, не надо провокации, либо говорят, у нас уже 10 таких заявлений, вы 11, мы послали 5 машин, ну, ждите. Или говорят, ну, вас убивают, как убьют, тогда приходите. Вот об этом следует задумываться, понимаете? А не говорить, а не говорить ерунду о соцопросах. В соцопросах я, не вставая с места, напишу вам любой. Вы только что сейчас сами сказали, что в арабском секторе огромное количество незаконного оружия, в том числе автоматического. У евреев ничего нет. Следовательно, надо об этом задуматься. Может, все-таки какие-то отдельные люди, а в основном арабское население Израиля, может быть, абсолютно как бы лояльное, просто тоже боятся. Скажите, вы сами в это верите? Кто-нибудь вообще в это... Я пытаюсь себя убедить. Понимаете, вот я говорю, постоянная ошибка еврейского народа, да? Они думают, что их враги, которые откровенно, совершенно заявляют о своих целях, да? Что они к ним почему-то вдруг лояльны. Они своих друзей, своих сторонников обманывают, а евреев они любят. Из-за этого были погромы Хмельницкого, да? Потому что никуда не убегали и не сопротивлялись. Обратите внимание, во время погрома Хмельницкого были несколько городков, да? Где евреи не стали заниматься самообманом. Пришли казаки, они вышли с вилами, с копьями, с косами, с ножами вышли. Знаете, а когда вышло пять мужиков, то со здоровыми ножами, хоть и с палками, уже задумаешься, да? Не пойду я их убивать, но их нафиг. Может, мне еще по голове прилетит. В этих городках погромов не было. Ну, а еврейские говорят, да? Ну, что мы с вами, современное государство, государство закона, с полицией, с армией, с полицией, с жандармскими войсками, которые, наверное, в состоянии нас защитить. И от внутреннего восстания, если не дай бог, там, если верите, отдельным, сердитым пророкам, и такое произойдет. Ну, вы знаете, вот вы можете спросить у жены, вот, полковника спецназа, которого пришли просто в дом и зарезали его. Сильно ли помогла ему израильская жандармерия? Вот. Спросите у моего друга, покойного лица Кримаса, у которого забрали автомата, он был поселенцем, у него забрали автомат, через два дня его убили арабские террористы на дороге. Убили благодаря тому, что у него забрали автомат. Они подбили его машину, он вынужден был остановиться, его ранили. Они подошли и добили в укору. Вот. Благодаря тому, что израильская полиция забрала у него автомат. Подумайте сами, на чьей стороне будет израильская полиция. Большое спасибо. Со страшными прогнозами, с ужасными призывами, с нами только что разговаривал израильский журналист из еврейского города Лос-Анджелес, а на еврейке это называется, Кириат Малахи, Александр Рыбалко. Спасибо, Саша. Напугал до смерти. Кириат Малахи. Спасибо. 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 Продолжение следует...